Получается, этот парень, как-то он так все это сделал, и головой уткнулся мне в лицо. И у него вот эти волосы, знаете, просто стали сыпаться, я вот не знаю почему. Какими-то движениями я оказался на лопатке, вот от этих волос я стал задыхаться, потому что он у меня лицо закрыл головой, и так сделал, и сел, и ушел у меня на лопатке. Короче, приезжай ее домой. Тевсенец спрашивает, ну что? Я говорю, Тевсенец, второе мне сказали, дали мне вот борцовки, спортивный костюм. Она говорит, ой, мне люди сказали, что ты проиграл, все. Я говорю, а какие люди? А это Ому сказал. То есть имен не называют, это люди. Я говорю, мам, эти люди, раз люди, а то они такие. Я доказываю, что не так. Вот так и был мой чемпионат Молдавии. Второе место. Приехал. Потом вот Дед Витя, Валерик, все. Потом мы встречаемся. Они же пахали, когда меня провожали. Так вот, вот показывали, слезы вытирали. Ну, потом это. Как они мне говорили? Шелев он. Ну, выиграл. Ну, я уже им начинаю рассказывать, как было. А они как стали это вот. На меня возмущаться, что это. Ну, пракали ради тебя. Ты не выиграл, первое место не взял. Ну, вот так вот. А сколько это борьбой прозанимался лет? Насколько. Я еще в Кишиневе занимался, когда учился. Где-то лет 5-6, наверное. Не, ну, я занимался активно, ну, по-настоящему. Потому что там были вот эти, ну, как быть, в число вот этих ходилок. Ну, ребят, которые, ну, выступали вот за первые места. Я туда входил. Ну, лет 5-6 точно занимаюсь. Дядь Витя тоже ходил. Ну, он поленился. Он ходил там чуть-чуть. И все. Дядь Витя больше увлекался водочкой, сигаретой, да? Да. Валерик этот бандит тоже ходил, тоже. Чуть-чуть походил, тоже бросил. А я вот ходил, вот ходил. Ну, вот там одни были соревнования, другие там выступал. Ну, смотрели за места какие-то. Потом в Кишинев уже, вот, наш, первенство в Молдавии. Ну, там второе место занял. Ну, второе место, я тебе скажу, тоже это хорошо будет. Не первое, да? Ну, вот так вот получилось. А я, когда фехтованием в детстве занимался, летал в Самару, помнишь, на самолете. Ну, и ты мог бы тоже места занять. Я тогда занял четвертое место по всему Советскому Союзу, четвертое место я занял. Ну, когда вот именно летал. Ну, ты не помнишь, в детстве, когда мне было 13 или 14 лет. Я помню, у тебя костюм еще в шкафе лежал. Да, да, да. Этот фехтовальный костюм. Я помню, потом перестал ходить, и у меня тренер все это упрашивал, там, типа, приходи, приходи. А Ира на лыжную секцию тоже год проходил. Ира ж тоже ходила. Я вот ходил на лыжную секцию год, и где-то на фехтование, наверное, года 3-4 проходил. Не, ну, вот скажи, вот куда бедно, наша семья все равно же спортом занималась. Да, вот Саша не занимается, видишь, вот Саше надо спортом заниматься, ему уже 14 лет. И он даже ни в какую секцию не записан. Вот поэтому Саше я буду заниматься. А почему? Ну, что он Иру не слушает, а мне он как-то, я для него авторитет. Вот я буду теперь его потихонечку натаскивать. Начнем с искусства будем рисовать, а потом дальше по спорту пойдем. Завтра в школу пойду к нему. Уже сегодня получается. Ну, сегодня. Сейчас уже сколько времени, сказать тебе сколько? Без 10 и 7 утра. Прикинь, всю ночь мы просидели. 6.43. Ну, всю ночь. Так что, раз некому за Сашу заступиться, ну, будет деда заступаться. А куда деваться? Вот пойду. Ну, если ты со мной пойдешь или нет. Я на утренник пойду к Лизочке. Я же сейчас с полдесятого пойду к Лизе на утренник. Вот тогда ты скажешь, что я правильно делаю. А то они против Навального все кричат, а вот чтобы не было у них драк, чтобы не прислывали школьники друг друга, они это не замечают. Они должны замечать только, не дай бог, против Путина кто-то скажет. Да, па, хорош про политику, не надо ничего. Да. Я отвечаю за свои силы. Ну, все равно не надо. Вот так. Лучше расскажи что-нибудь еще из своей жизни. Ну, так сколько ты говорил, ты занимался борьбой? Ну, лет 5-6 точно. И все, и бросил потом, да? Не, бросил когда? Бросил, когда вот жил в Ленинце. А потом, когда уехал учиться уже в Кишиневе, в Кишиневе я опять учился. Ну, опять занимался борьбой. Но там я еще штангой стал заниматься. И помню, тренер мне всегда говорит, ты неправильно его держишь. Гриф это называется на штанге. Ну, там, не знаю, молдаване так говорили, не знаю. Гриф там, вообще ничего даже не хочу, потому что уже забыл все-таки сколько лет было. Говорят, ты неправильно его держишь. И говорят мне, вот это же показывает мне. Говорят, когда приседаешь, спину не загибать. Вот так вот ровно. Спина чтоб была ровная. А руки вот так. И подымай. И вот так вот. Ну, у меня чуть-чуть, видимо, неправильно получалось. Я нагибался. Надо спину ровно держать. Они говорят, надо нагибаться. Вот все время. Сколько раз это. И все время ему говорят. Ну, не так ты делаешь. Ну, не так ты делаешь. В итоге я обиделся. Обиделся. Говорят, ну, если я все не так, не так делаю. Ну, а что я сюда хожу? Уже спину ровно держал. Говорят, а у тебя, вот, показывай. Говорят, у тебя одна рука вот так висит. А надо вот так. Короче, все. То рука не так, то мама, то папа. Все пиздеж и провокация, да? Да. Все вот так вот. Короче, я подумал, говорю, ходите на вашу штангу, как хотите. Не буду я ходить больше. И все прекратил. Я ходить на штангу. Проходит какое-то время. Вот вспоминаю кишиневские времена. Классно было все. А, мы жили на квартире у человека. А мы же художники были. И он нас это... А он вино делал. Яблочное и виноградное. А у него деревья были. В Кишиневе сейчас дом будет. А там была у него там усадьба будет. И делал, кстати, это вино. И мы что, вот, когда мы сидим. И вот они отрывали. И пили. Яблочное, такое виноградное вино пили. Мои дед смотрят, смотрят. Все у него убывает. Не понимаю. Задержали мы ему за квартиру за три месяца. И что мы решили? Мы решили... Молодые пацаны. Решили убежать. Уже нашли в другом месте квартиру. И ушли туда. Мы утром приходим на учебу. Туда. В художественное училище. А он уже там стоит. Он уже директору все рассказал. Директор нас вызывает. Быстро деньги отплатите. Иначе вы уже здесь не учитесь. Представляете? А мы думали, дураки, что... А, мы убежим. И ничего не будет. А он уже утром в художественном училище стоял. Вот так было. Ну, есть что вспомнить, да? Нормально. Да, молодость, конечно, красивая была. Я так все не знаю. А что? Я больше всех получал. Вот говорят, что сейчас... Сейчас куша студенты живут. Я в то время получал 45 рублей. Стипендию. Вот стипендию. 45 рублей. Ты представляешь, что такое 45 рублей по тем временам? Когда зарплата была 90, 120, 130, 140. Я получал большие деньги. Остальные студенты получали 30 рублей. Мне хватало на тюбик, мне хватало на краски, мне хватало на холсты, на бумагу, на тварель. Мне на все хватало. И кушать хватало. И кушать хватало. Я не голодал на эти деньги. У матери не просил. 45 рублей получал, на эти 45 рублей я мог домой приехать с Кишинева, 200 километров, обратно в Кишинев приехать. Ну сравни сегодняшнюю жизнь студентов. Она такая? Да, сейчас стипендия вообще копейки там, тысячи две, наверное, было. Смотри, при условии, что 45 я получал, а краски стоили рубль 50, 2 рубля. Вот делай выбор. Я жил в Кишиневе, я оплатил за квартиру 15 рублей. Мне оставалось еще 30 рублей. В столице жил. Можно сейчас за 15 рублей, но это получается одна четверть, да, стипендии студента. Может сегодняшний студент за одну четверть своей студентной стипендии снять квартиру. Он же не снимет. Нет, он даже за всю стипендию не снимет квартиру. Он за всю стипендию не снимет квартиру, а я за одну четверть снимал. есть разница вот я не хвалю советские времена но хочу сказать что да где-то в чем-то насчет образования медицины где-то что-то было и насчет медицины конечно там надо подумать а насчет образования вот лично я учился вот так было и так было степендией так было я в колхозе работал не колхоз эти 45 рублей платил каждый месяц от колхоза я был студентом от колхоза вот были такие правила не знаю какие они были но такие что я работал в колхозе от колхоза я приехал в тишню поступил я получал вот эти деньги пусть любой другой студент на сегодняшний день от какой-то организации получает если на сегодняшний день он что-то должен чтобы ему хватало заплатить за квартиру за еду за все не знаю сколько денег так было в то время при коммунистах что не так уж не было плохо при коммунистах хотя и не сторонник коммунистов я считаю что это надо все меня ну понятно да что там ты осталось чуть что-то или уже в бутылке уже ничего нету еще в бутылке есть там что-то ну короче блин сегодня нормально да именно это где-то литр да да вот насчет образование того времени я не говорю что было хорошо я просто хочу сравнение сегодняшним днем как было плохо тогда при коммунистах но вот сегодня еще хуже почему учился в политехническом институте ты будешь это скидывать да не говори про политику ничего не говорю наоборот не про политику ничего не говори ну про учебу а ну говори учился в политике промышленное гражданское строительство на счет взятых были взятки не вопрос но эти взятки стоили от трех рублей до пяти то есть было доступно студент где-то промордал не так это не успел но было все нормально что сегодня происходит но можно зачет сдать за 35 рублей конечно нет теперь вопрос насчет знаний скажу точно тогда больше знаний люди получали чем сегодня потому что сегодня вообще никто ничего не сдает а тогда куда бедно что-то сдавали чтобы получить этот диплом ну не знаю ну ну хоть немножко ну ну чуть-чуть но все равно сдавали сегодня никто ничего не сдает сегодня просто бабки заплатили диплом в кармане взял этот диплом и пошел барменом работать он не идет инженера строительным работать вот я учился промышленное гражданское строительство получил специальность промышленное инженер промышленное гражданское строительство все вроде бы все нормально сегодня по-другому он получает это образование промышленное гражданское строительство и такой довольный у него диплом он его в карман ложит и пошел барменом работать он не идет строить дома там еще что-то а почему не идет потому что нету у него возможности его нигде никто не принимает никто ничего не строит никого нафиг не нужен этот инженер строитель со своим образованием что он умеет там строить дома там фундаменты какие-то ставят не знаю какие-то проекты делать нету и вот парень молодой или девушка они куда-то идут а куда идут а где доступно ну в киоспорт работа устроиться но кому повезло может какую-то организацию устроились барменами идут с дипломом инженер строителя все нормально надо все меня вот так я считаю что все с голову на ноги все поставлено ну ладно спасибо за интервью мне не надо про политику ничего не говори лучше пожелай что-то подписчикам и зак закончим это видео подписчики сами тогда должны понять мое возмущение и никакие это в нашей стране но все дипломы действует а действует связь ландру за всем пока всем счастливо увидимся до новых встреч на всю жизнь запомните не дипломы связи не знание